Здравствуйте, друзья! Прежде чем представить нашего гостя, во-первых, мы снова записываемся у Александра Золотухина. Огромное спасибо за эту студию. А во-вторых, когда-то давно, сейчас будет некоторая предыстория, когда-то давно я был полон энтузиазма и свободного времени и прочитал курс, который назывался «Математика для гуманитариев» в университете Дмитрия Пожарского на вечерних курсах. Прочитал его, причем даже было два выпуска. Первый выпуск был, если я не ошибаюсь, осенью 2013 года. Как раз диссертацию я защищал, и, кажется, вот до защиты я начал, после защиты я завершил. Было там, типа, пять лекций, спаренных по две, то есть десять таких, как бы, длинных лекций, удлиненных, по два часа. И на следующий год у меня все еще было некоторое время. Я тогда мотался между Иркутском и Москвой. И когда я приезжал в Москву, в принципе, у меня время бывало. Ну и вечером, как бы, у меня там вечера были. В общем, я еще раз в 2014 году их тоже прочел. Ну, материал не весь совпадал. То есть, как бы, там, я бы даже сказал, что, может быть, пересечение этих комплектов лекций было, ну, пополам где-то. Половина материала была то же самое, половина какие-то новые были в втором раунде. И дальше я, ну, как бы, эту ситуацию всю забыл. И вдруг через два года, дальше у меня уже не было времени это повторять в третий раз. И вдруг через, там, год или два, ну, наверное, год с небольшим, возникает Катя Богданович, учительница Филиппской школы. И говорит, я, говорит, все транскрибировала. И потом еще выяснилось, что кроме нее еще несколько человек работало. Я вот сейчас, в тот раз я ошибся, сказал, что все целиком транскрибировала Катя. На самом деле там была целая команда. Ну, вот, значит, конкретно Катя пришла, показала мне весь этот комплекс, значит, транскрибаций. Там было где-то 200 страниц. Значит, я совершенно обалдел, потому что положить такую живую рваную речь на бумагу совершенно нереально, на мой взгляд, было. Но, в общем, дальше все-таки мы включились, стали доводить это дело до книги. И это было долго, мучительно. Книгу вычитывал Сергей Владимирович Волков, историк, ист и гуманитарий. Алексей Игоревич Любжин, тоже гуманитарий. Книгу комментировал Андрей Михайлович Регородский. В общем, в 17-м году книга вышла. С тех пор она претерпела несколько переизданий, правда, без изменения практически содержания. Только главы, название глав нам, один парень, кажется, Никита Сидоров его зовут, подарил название для каждой из глав. Ну и твердая обложка вышла. Вот, так вот, значит, с тех пор много раз, да, уже я с этой книгой езжу, с лекциями, там, 200 раз, наверное, выезжал за эти годы. Уже там 17,5, нет, сейчас уже, по-моему, 18, 18,5, что ли, тысяч общий тираж. Ну и сколько раз Михаил Викторович Поваляев, который является основателем университета Пожарского и Филиппской школы, просил меня повторить. Но дело в том, что с недавних пор я живу уже в Москве с женой и младшими детьми, и у меня вечеров больше нет. Во-первых, там, как бы, ну, во-первых, действительно совесть надо иметь, хотя бы иногда дома появляться. А во-вторых, во все остальные вечера, когда совесть не надо иметь, тоже занято все. И, соответственно, у меня никакой возможности нету прочитать этот курс вновь. Поэтому я страшно обрадовался, когда мне Егор сказал, что в интернете появилась инициатива, которая называется «Математика для взрослых». И автор этой инициативы, автор этой инициативы, перед вами Валерия Ярастова. Вот, так что прошу любить и жаловать. Это был монолог, теперь будет диалог все оставшееся время. Валерия, ну, расскажи, как она, мысль пришла в голову, и какой там план действий, кого ждешь? Мысль пришла в голову, как обычно, у человека всегда все происходит через себя. Это, в общем-то, было мое желание когда-то, уже сколько, уже года два, получается, назад. Значит, я очень долго бегала по каким-то таким эзотерическим, полуэзотерическим, недоэзотерическим вещам, потому что... Прямо как Рома Михайлов. Ну вот, да. Значит, потому что я все искала ответные какие-то свои вопросы, но я думала, что так как в школе, значит, я как-то забросила учебу, ну, там были дела поинтереснее, поэтому математика у меня уехала вниз. И я решила, и как-то, ну, как бы все решили, что способностей у меня нет. Это как-то вот, ну, в воздухе это витало, ну, нет, нет, это еще и девочка. Откуда у девочки, там, у способности к математике? Ну, я уже, кстати, я уже определяю, там, по внешнему виду, когда я открыл фотографию, я понял, что, да, у этой девочки, наверное, способности есть. Но, как бы, я, на самом деле, как ни странная согласность с утверждением, что в среднем девочки в этом плане проигрывают, но у меня глаз уже наметан на выделение вот, как бы, вот в этом, вот в этой массе девочек, да, я выхватываю вот типы лица, при которых ясно, что математикой заниматься не бесполезно. Так что делаю комплимент. Спасибо. Ну, на самом деле, мне как раз вот к этому моменту, мне подсказали то, что все-таки у меня это есть, хоть оно там давно заржавело, я, ну, естественно, я давно это не использовала, я, значит, воодушевилась этим делом, решила, что хватит уже вокруг да около ходить, надо прямо в суть проникать. Значит, открыл учебник за шестой класс математики, поняла, что я не понимаю ничего, потому что мозг испугался, сказал, я боюсь. Там иксы, да, боя, всякие, игреки? А там даже дело не в том, что иксы, игреки, просто была такая установка на то, что, ну, ты не поймешь, ну, страх такой, старый-старый страх. И вот чуть-чуть малейшее непонимание мозг говорил, ура, я не понимаю, я пошел. Ну, я же говорил, что я не пойму. И тут эзотерическая практика заставляла его возвращаться, да? Ну, это не эзотерическая практика, это уже была уверенность. То есть я знала, что у меня это есть, я знала, что это просто надо вывести, что вот это старое колесо заржавалящее надо просто завести. Вот, значит, но при этом я поняла, что гораздо веселее будет это делать в компании, Поэтому я думаю, что, ну, естественно, значит, везде уже есть курсы там просто по всему, что надо просто найти курс сейчас, где вот этому учат, записаться, значит, и нормальненько так проходить, в компании весело. В общем, я перерыла весь интернет, не только русскоязычный, я перерыла англоязычный интернет. Такого нет, вообще нигде не было. Вот именно, чтобы для взрослых, не подготовка к экзаменам, а именно адаптирован для взрослых людей, математика, вот именно школьный, вот этот базовый школьный. Не то, что я рассказываю сюжет за сюжетом, а именно школьная, да? Не number file, который тоже красивые вещи в стиле этих гирик и так далее, или там, а именно прямо школьный курс. Да, вот именно вот эта база, чтобы человек уже мог с этой базой, да куда угодно, научную статью прочитать, высшее учебное заведение поступить. То есть, у него все, у него вот это есть, и дальше он может на нее уже наслаивать, 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 все что угодно. Вот, и такого оказалось нет, то есть, что там, да, я был шок, что даже наши американские коллеги, то ноют, они сами пытаются как-то что-то понять, и у них там не получается. Вот, ну я решила, ну раз его нету, так надо сделать. Чего думать-то? Так. Что мы делаем? Так, а каков был путь изучения, собственно, математики до уровня, в котором уже ты можешь преподавать ее? То есть, по каким книгам это постижение происходило? Это происходило по очень разным книгам. Я такой, я человек, на самом деле, очень усидчивый, я больше практик. То есть, мне что-то, вот что-то нужно, я начинаю это изучать. Значит, ну изначально, вот я как раз, как раз вышла на лекции Алексея Суматюбова. Я стала это дело смотреть. Сложно было избежать, да, при нашем присутствии в интернете. Я стала это смотреть, и вот, значит, я очень даже помню тот момент, момент такого переворота в душе, в голове. Значит, там была лекция про теорему Кантора. Я вот это всю жизнь запомнил. Значит, я ее смотрю. Это тест. Ты знаешь, да, это тест. Это нормальный тест на математику, да. И вдруг понимаю, что у меня вот это понимание, чем дальше идет лекция, тем оно вот фейд, 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 фейд. Так, что-то не то, перекручиваю еще раз. Фейд на английском затухает. Да, затухание. Я не рассчитываю, что все, кто нас смотрит, знают английский, поэтому буду иногда переводить. Значит, вот это задухание. Я перематываю еще раз. Опять затухание, затухание. Оно, вроде, сначала есть, а потом как-то они начинают реально затухать, растворяться в воздухе. Говорят, что такое? Главное, что там как раз вот это прозвучало. Говорят, ребята, вы знаете, вот этот тест. Если вы это поняли, вы будете математиком. Если вы поймете, извините, увы. До свидания, да, до свидосики. Такая злость взяла. Вот это было. Да как вы смеете? Только я знаю, что я могу. Вот. И вот из-за этой злости пришло какое-то такое вдруг, родилось понимание, что надо делать. Надо пересматривать, с таким пониманием, найти этот момент, на котором перестает пониматься. И я прямо вот у меня вот весь мозг, он туда ушел, чтобы найти этот момент. Я его нашла. Я поняла, что я просто не знаю некоторых базовых основ теории множеств. Я не понимаю, что значит, ну, это сами по себе эти термины, оказывается, я не знала, что они означают. Поэтому я открываю Google, открываю теорию множеств. Так, кстати, книгу Шиня, книгу Шиня-то, наверное, знаешь? Начало теории множеств. Если нет, то там чрезвычайно где она там у меня валяет. Нет, вон она, вон она чуть дальше. Ага. Вот она, опаленная пожаром. Она еще до пожарного времени. Да, Москва, 99. Вот она, опаленная пожаром. У меня сложная была судьба в жизни, и одна из квартир, где я жил, она сгорела. Вот. И в ней все книги, которые были вот в шкафу, они не успели сгореть. Они так, они оказались опаленными с разных местах пожаром. Вот одна из них, это как раз вот эта вот она. Вот. Вот эта книга, она содержит введение в теорию множеств. Мы даже здесь вот на канале ее разбираем, зачитываем и разбираем задачки. В общем, да, это там как бы, если ее осилить, значит, все хорошо. Да, дальше можно. Вот, в общем, в итоге я стала, значит, разбираться, я стала понимать, ну, что значит вообще вот все эти термины, вот свойства. Свойства, ну, я не знала, свойства множеств. То есть я на этом моменте сыпалась. Значит, я все это изучила, все это прошло, потом вернулся обратно к видео. Запускаю, и ты у тебя понимаешь, что вот она начинает пробиваться понимание, выстраиваться, выстраиваться, выстраиваться. И вот, конечно, я такая, ну, на, выкуси, выкуси, выкуси. Для тех, кто нас смотрит и теорему Кантера не помнит, есть произвольное множество, и есть множество из всех подмножества этого множества, то есть кусков. Вот здесь нарисованы куски, и каждый отдельный кусок считается отдельным элементом вот этого вот множества, значит, которое обозначается 2 в степени А. Кстати, почему оно обозначается 2 в степени А, да? Тоже разобралось, да, почему такое странное название 2 в степени А? Сейчас уже, так. Каждый элемент, он в этот кусок либо входит, либо не входит. То есть это функция из А в плюс-минус, то есть во множество из двух элементов. Каждый элемент либо входит, либо нет, то есть подмножство полностью определяется этой, вот этой функцией. Вот. А это есть множество всех функций отсюда-сюда. А в степени Б это множество всех функций из Б в А. Вот. Ну и мы хотим установить вот это вот, значит, взаимодоначенное соответствие. Ну а если более точно, мы хотим доказать, что его не существует. Вот. И дальше ключевой элемент конструкции, ключевой состоит в том, что если оно существует, если оно существует, то имеется подмножество здесь, состоящее из всех таких, которые не входят в соответствующие им куски. Вот. То есть вот здесь вот есть такое подно, что можно его выделить. Такие, что вот каждый этот не входит сюда. Но и тогда этому подно, что, соответственно, как рассматриваемый как элемент здесь, соответствует какой-то элемент здесь. И вот это последнее соответствие приводится в противоречие двумя... Как это называется? Силогизм, что ли? Ну, в общем, двумя короткими рассуждениями. Оно не может входить, потому что по определению тогда оно не входит, и оно не может не входить в то, что по определению тогда оно входит. Всем рекомендуют теорему Кантера. Да, это сильная вещь. Посильнее Фауста Гёте, как сказал бы Иосиф Иссалёнович. Так, и что было дальше? Вот, и в этот момент я вдруг поняла такую вещь, что вот если бы в этот момент на моем месте был любой другой человек, у которого не было бы такой зверской уверенности в своих силах, то он бы это все просто закрыл и решил бы, ну, точно, у меня нет... Значит, я просто тупой, он бы решил. Вот, я просто не могу. Я увидела вот эту вот перемычку в том, что вот есть вот этот момент несостыковки, когда, с одной стороны, вот преподавателю кажется, что вот то, что он рассказывает, это как бы известно, ну, некоторые вещи, они известны всем людям, а люди не знают каких-то вот таких вещей, и им кажется, что это они тупые. Вот мне это щелкнуло в голове. Я поняла, что... Арифметика множества, в смысле, да? Да, 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 например, то же самое вот. Арифметика множества, подмножства. Что такое множество? Оказывается, множество, это очень большое понятие, которое обладает свойствами. Их надо знать, чтобы вообще понять, как оно работает. А человек слышит, ну, хорошо, множество. Ну, то есть, я это слово слышала всегда в своей жизни. Оно известное. Я думала, ну, что в нем сложного? Я даже не подозревала, что там есть... Ух ты, сколько всего! Вот так. Вот. Я поняла вот эту вещь, где вот... Вот эта вот перемычка, где все рушится. И, значит, я вдруг поняла, что пройдя... Даже не то, что пройдя пульс, я могу это увидеть. То есть, я могу... Так как я человек, который не был в математике, я начала его 33 года только изучать, у меня нет вот этого, так сказать, бэкграунда, я в ней не крутилась, у меня... Ну, гуманитарный бэкграунд, обычный гуманитарный бэкграунд. Вот. И что я могу увидеть вот эти вот вещи, где не состыкуется знание преподавателя и знание обычного взрослого ученика, который пришел, что называется, с улицы, который очень бы хотел, но он боится, и он не уверен в своих силах. Вот. То есть, людям не пишут, они очень сильно не уверены в своих силах, им кажется, что они не смогут, что у них не получится. Даже вот это уже сейчас второй поток... Но они при этом хотят, да? А, это уже... Это не первый опыт? Это уже не первый опыт, первый опыт. А, первый поток. Вообще, самый первый поток, это был... Ну, я подумала, надо сделать курс. Как же это сделать? Надо собрать группу людей, значит, собрать преподавателя, и пусть он нам преподает. А. Вот так. Значит, это был вообще живой курс. А кто вел? Девушка, ну, она студентка, она просто в мае, значит, училась, ну, то есть, она знала всю эту математику, вот. Ну, просто девушка студентка. Мы с ней договорились, просто личная была договоренность, вот она приходила, значит, учила, у нас была группа, там, несколько человек, вот. Она учила школьной программе, да? Да, 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 взрослых людей. Угу. Вот, значит, это все продолжалось полгода, потом начались каникулы, все разбежались в разные стороны. Сколько на входе было народу? Не очень много, потому что сейчас... Ну, порядка, это... Человек, человек шесть, у постоянной группы было... Шесть человек, да? Да, человек шесть. То есть, я не знала вообще, как делать, там, никакой рекламы, ничего. Просто я как-то так написала, все на страничке, ну, мы вот делаем. Приходите. Вот. И они вот как-то вот нашли. Так, а информационные партнеры, вот что-то такое, в таком духе, то есть, кто, кто помогал распространять информацию, как она попадала? Понятия не имею. Это вот... Ну, это какие-то гуманитарные, какие-то списки, да, были или нет? Вообще ничего не было. Был просто ВКонтактике. А, ВКонтактике был сайтик, да? Ну, паблик, да? Да. Сколько в нем народу тусуется? Сейчас в нем... Ну, это чуть поменьше 1700 человек. Ага. Потому что второй, ну, вот, первый поток онлайновый, который я делала, потому что очень много людей мне писала и просила делать, ну, как бы, онлайн, чтобы было в их городах. А-а-а, вот так, да? Да. Был онлайн, и что, народ... Это история, типа, там, умеренно-скромно-платная, да, была? Или как? Как это все было? Ну, как? Там, она не то, чтобы умеренно-скромно-платная была, потому что там тоже был преподаватель. То есть я пригласила преподавателя. Я никогда не думала, что... Сама не вела, да? Я же не умею. Ничего не знала, да. У меня такая установка, я ничего не могу. Я кто? Я никто. Сбоку пройдет. Понятно, понятно, понятно. То есть приходил преподаватель, и он вел, да? Да. Значит, это же приходил онлайн, он такой профессиональный преподаватель. Но дело было как раз в том... Я не учла. Я ему сказала, что это будут взрослые люди, которые... Так. ...нахматематики. Да. Но он все равно, он преподаватель. Он готовит людей к ЕГЭ. Он преподает в университете, там, высшую математику. Он работает, значит, во всех этих сферах. Поэтому он пришел и начал читать, вот как он читал в университете. Да, понятно, да. Рассмотрим функцию, возьмем ее производную. Первым делом, да? Вот так вот. Так, да, понятно. Не целевой, ну, понятно, да. Да, вот. История ясна. История ясна. Типичным... Он из какого университета? Были мои, были... Тоже, по-моему, мои. Ну, да. Я не буду, как бы, никаких иллюзий, чтобы никто не имел. Те, кто учатся, и так это все отлично знают. Что в любом университете, кроме, там, нескольких гигантов, главных, образовательный процесс происходит следующим образом. Лектора по инерции, как и 20 лет назад, читают одно и то же, вообще ничего не понятно никому. И потом на зачете закрывают глаза на то, что люди ничего не понимали, и ставят зачет. Ну, как бы, вот так устроено обучение в университетах. А потом написано, что освоили функциональный анализ, дифференциальное уравнение. Ну, там, понятно, освоили. Я там беру такого студента, спрашиваю у него на обум, там, совершенно, ну, произвольную вещь, типа, слушай, а ты слышал, что есть такая функция, вот, производная от которой, равна ей самой? Он говорит, нет, я что-то этого не слышал. Ну, как-то, да, нам это не рассказывали. Ну, как бы, по чесноку вот ровно так все происходит, то есть, чтобы, как бы, чтобы не было иллюзий. Вот, поэтому понятно, что если он привык так делать, он так и делал. Ну, что, пришел и толдычи, да, это ясно. Ну, все равно. Так, и что же, что же сделали слушатели? Да, и этот курс, он был проведен, он был записан, и, в общем-то, это такой курс, он именно ориентирован. Так он так и читал, и они так слушали, сидели? Нет, мы поговорили, вот, значит, было первое занятие, оно такое, в общем, не получилось, поэтому я взяла... Да. ...и сказала, что... Ребята, я сейчас, я сейчас заново проведу первое занятие само. О! Ммм. И как-то вот я его провела просто на... Вот, я даже не помню, она просто когда так, хоп, и провелось. И они что-то поняли? Ну, что-то они поняли, я там, значит, рассказывала, что у нас было... Ну, просто там самые-самые базы были, там, про числа, про... Там, нет, исчислинулись. Вот прям люди пришли, они вообще ничего не помнят. Система исчисления, да? Да, да, да. Позиционные, десятиричные, прочее, да? Да, да, да. И все. Ну, вообще, там внутреннее занятие получилось, потому что как раз на нем я поняла такую вещь, что люди, вот уже в взрослом возрасте, они приходят не для того, чтобы изучить голую технологию, они приходят, чтобы что-то еще понять, найти ответы на какие-то внутренние вопросы, большие, глобальные, главные, там, вот что-то такое вот у них. И очень большой процент времени мы именно вот разговаривали, потому что, ну, я сама-то стала математику учить, собственно, за этим, не для того, чтобы знать технологию голую. То есть мне надо было что-то еще большее, что-то вот вот в смыслах, в смыслах, в смыслах такое. Ну, вот, значит, в итоге, значит, этот курс, он есть, он записан, он такой очень технический, технологический. А, ты помнишь адрес интернете его? Запишем здесь, чтобы народ посмотрел? Да, значит. Так, это Т. Ну, понятно, это МАС, да. Надеюсь, что я правильно напишу. Так или вот? Сигфорсенс. Я не помню, так ли так? К сожалению, я тоже не помню. Ничего, сейчас здесь напишем. Сигфорсенс. Кстати, а как здесь это пишет слово Сенс? Да, я не помню. А это еще выше. У нас же это... А, да, можно, ладно, тогда эти. Гири, гири сотрем, да, и сейчас. Как Сенс пишется? Как Сенс пишется? С все-таки, да? Сигфорсенс. А, ну да, Сенс, да. Это основной домен просто сайта, вот всего проекта. А, это вообще вот этот весь проект. То есть там же сейчас можно увидеть набор на новую группу, да? Да, а вот это конкретно по математике сайт. А, Сигфорсенс, это вот твой проект? Да. В поисках смысла, да? Ну да. В сути? Да. Ага. А это математическая часть? Там еще есть какая-нибудь эзотерическая часть Сигфорсенс, да? Ну, там нет. И еще что-нибудь, нет? Я вообще, я очень, ну, я не очень хорошо отношусь к эзотеризму. Как и любой человек, который в нем посидел, да, к нему начинает плохо относиться. Это я понимаю, да. Ну, как сказать, не то, чтобы я в нем посидела, меня просто туда, ну, в протяжении жизни постоянно затаскивали. То есть у меня были какие-то ответы, у меня постоянно вот, давай вот в эзотеризм. Ну, мне там никогда не нравилось. Я не люблю, я не люблю, когда кладят сущности. Меня это бесит просто. Понятно. У нас православных свой на этот ответ, но неважно. Идем дальше. Итак, значит, и вот здесь записан этот курс, да? Можно его глянуть? Да. Он записан, он есть, он, значит, его можно приобрести, да. Он продается, да? Он не бесплатный, он за какие-то денежки. Ну, просто как, я же платила преподаванию. Ну, да, так, понятно. А он это самое. То есть, как вообще происходит, если это, в принципе, не секрет, вот тот курс, ты в минусе была в результате? Да, я была в минусе. Ты была в минусе. Ну, я так и думал, я, собственно, это было довольно очевидно, да. Ну, может, это была группа, я не могла просто соскочить, поэтому я не подошла. Да, 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 ага, все понял. Так, понятно. Ну, и, в общем, да. Хорошо, и там же сейчас идет запись на новый. Да, сейчас... Сколько будет лекций? Сейчас объясню. Вот, как раз про лекции, значит, программу составляю, она висит на сайте программы, ее составляет преподаватель вот для своего курса. Я, естественно, буду ориентироваться на нее, потому что я же все равно, я не преподаватель по математике. Ты будешь пытаться уже сама это вести, все, на этот раз. Да, да, то есть, я вообще, я не хотела, думаю, все записано, и, слава богу, значит, оно как бы есть, отстаньте от меня. Но, вот, мне год, вот, целый год пишут люди, каждый день, значит, они писали, говорят, значит, очень нужно, когда, когда, когда. Я сначала говорила, что, не-не-не, вот, 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 есть курс, его берите. Он говорит, ну, нет, вот, у нас не получится, там, человек боится, у меня не выйдет, я хочу, чтобы именно живой. Я должен немножко огорчить, что большинство людей ровно так себя ведет. Оно проявляет нехилый интерес, нездоровый такой, лень даже открыть сайт, и потом, на самом деле, конечно, никуда не приходит. Потому что это диванные люди, которые сидят и проявляют интерес, а, может быть, вы, у меня таких есть несколько примеров в разных городах, вот, меня зовут разные города, сейчас я не буду перечислять. Но есть города, в которые я еще не побывал, потому что люди там оттуда, когда же вы, наконец, к нам приедете? И палец о палец не ударяешь, чтобы организовать лекции в своем городе. Поэтому, значит, я сразу хочу сказать аккуратнее, Валерий, аккуратнее, вот, то, что весь год писали, ничего не означает. То есть, это, вот, чаще всего пишут диванные мыслители. Но мы помогаем, может быть, благодаря тому, что мы сейчас поговорим, народу больше увидит, и народ все-таки запишется в каком-то ненулевом количестве. Ну, в общем... Но ты вполне готова, да, к очередному входу в минус? Я смотрел там ставки, они очень скромные. Ну, как? Что значит минус? Веду я, то есть я... А, ну, в смысле, да, минус ты не уйдешь, да, просто, там, да, это будет столько лекций, сколько... Именно потому что курс экспериментальный, то есть, мне, вот, именно, мне неинтересно давать голову технологии. А где ты ведешь? В интернете. А, так это происходит в интернете, то есть ты из дома ведешь, это не курс, который кто-то собирается где-то, это онлайн-курс. Да. А, так, до жирафа долго доходит, я только сейчас это понял. Понятно, то есть это не курс физический, там, с нахождением какого-то места, и до этого так же было или нет? Вот онлайн-курс первый, вот... Вот там шесть человек где были, эти были? Да, 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 это тоже онлайн-курс. А, все, понятно. Я там нашла все сервисы. И вообще сейчас интернет все заточено на то, чтобы вести нормальный онлайновый курс, то есть, есть интерактивный доступ, где преподаватель пишет, и ученики могут писать. Ну, то есть, оно все есть, оно все существует. А люди просто, они из разных городов, из разных стран. Понятно, понятно, нет, тогда интересно, может, и соберутся. Тут вопрос, действительно, можно будет узнать, да, сколько в данный момент сидит с нами вместе, там, ну, в смысле, смотрит, да, тебя, это можно вполне узнать будет. Да, ну, конечно. О, ну, интересно будет потом посмотреть, да, сколько в результате получилось, и что из этого, значит, выйдет. Ну, да, я проявляю интерес ко всем инициативам. Ну, я же утверждаю, что мы тут, это самое, империю строим математическую, а раз мы строим империю, значит, мы должны знать про все земли, скажем так, покровительство всем землям. Поэтому, да, вот я предлагаю, народ, записывайтесь, и вот будет такое, как я понял, будет такое обсуждение и сущности математики одновременно, да, что она такое для жизни, и одновременно конструкции, которые в ней есть. Да, да. И действительно, судя по тому, что, говорит, Валерий, это будет с нуля, то есть, да, это уже... Ну, это уже с такой нуля, то есть, начиная с чисел, там, я понимаю, что люди, они не помнят, как там дроби складывать, там, в какую десятичную дробь, то есть, как, что, куда переводить, то есть, ну, совсем с такого уровня. Да, понятно, понятно, понятно. Вот, ну, по этому поводу хочу сказать, что для тех, кто пройдет этот курс, дальше есть книга Курант Робинс, что такое математика, ну, знаешь, да, конечно, ее, вот, и это уже для более серьезного значения. Так, чтобы еще рекомендовать в качестве литературы, которая поддерживает это. А, кстати, есть книга, которая, вот, может быть, я не знаю, может, ты про нее даже не знал, тогда ты очень много из нее почерпнешь. Сущность математики называется. По-моему, слышу. ФОС автор. Да, 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 да. Вот, тоже, значит, весьма рекомендую народу для, так сказать, понимания, что такое математика в нашем мире. Так, да, ну, вот, Шеня, я уже сказал, Шеня Верещагин, начало теории множеств. Ну, да, и в целом, ну, да, удачи, собственно говоря, набирайте группу. Значит, это будет по вечерам в 19.30, начиная с? Вот уже было первое такое вводное занятие. А, уже даже началось. Да, 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 ну, значит, было прошлый четверг, оно есть в открытом доступе, то есть его можно посмотреть. А, ну, вот. Как мне написали, ой, как красиво, ой, как мощно, ой, как глубоко, ну, там, да, там обсуждали, я там рассказывал про свет большие числа, то есть зачем они, там, такие вещи поднимались философские, что такое пустота, там, значит, как люди своим разумом формируют вселенные больше, чем наша физическая, там, вот, там, в общем, очень большие темы были. Вот, и вот следующий уже будет, ну, уже фактически, уже по материалу, он тоже, вот, все еще четверг, ну, то есть это по четвергам, короче, по четвергам 19.30. Все, понятно, все, понятно. Сколько народу в группе было? Так, значит, ну, сейчас тоже не очень много записалось, не помню, ну, человек где-то 10. Человек 10, да, это по всему миру, да, в разных местах? Это по-русски, да, все, естественно? Да, естественно. Вот, да, иначе бы мы не стали это рекламировать. Ну, тоже, я так, вот, прекрасно, я посмотрела, что писали очень много, а вот записались... Ну, да, 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 ну, это обычная история. Это обычная история. В следующий раз еще было дело, вот, предоходы брать, чтобы точно, хотя бы 100 рублей, но чтобы вот... А сейчас уже записались, записавшиеся прямо заплатили, да? Ну... Прямо вот физически, да, расстались деньгами уже. Да, ну, там как, ну, 3000 за полгода я попросила, и... Ну, понятно, нет, ну, это как бы, да, это понятно, да, да, понятно, ну, что же, как бы, это самое здорово. Если, Валерий, если ко мне есть какие-то вопросы еще вообще по жизни, вот мы встретились тут впервые, познакомились, да, кроме как в интернете до этого, то задавай. Ой, я даже не знаю. Ну, а если нет, тогда удачи. Спасибо. Удачи. 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 — Удачу. Продолжение следует...